Привет! Это маленькие секреты и сегодня я расскажу о настройках рендера. Их можно изменить через меню Edit в вкладке Templates Output Model. И вот здесь вот появляется окошко, которое по умолчанию назначает определенный тип пресета для вывода тех или иных файлов для фильмов, для одиночных кадров, для превью, для пререндера, для прокси файла. Ну и, например, для пререндера я могу изменить настройку на прорез плюс альфа, которую я сам подготовил. Прорез позволяет делать более сильные сжатия, чем lossless. Ну и давайте разберемся, как же вот эти вот пресеты, настройки создать. Для этого нажимаем в сеттинг кнопку New и у нас открывается окно настройки формата вывода файла. Первое, что мы можем выбрать, это формат файла. Ну вот я ставлю QuickTime и нажму кнопку Format Options. Здесь появляется выбор кодеков. Вы можете выбрать любой кодек, который вам нравится. Я вот, например, выберу H.264, кодек, который используется для файлов mp4. Качество я оставлю на 100. Ну и, в общем-то, ничего здесь больше менять не буду. Нажимаю ОК. Также можно назначить изменение размера Resize, сделать кроп какой-то. Ну и назначить аудио. Я поставлю аудио на Auto. В том случае, если у меня будет аудиодорожка в файле, чтобы она тоже просчитывалась. Ну и настройки аудио также можно изменить. Здесь тоже есть набор кодеков для аудио. Ну вот я выберу кодек AAC, который используется для файлов формата mp4. Здесь у меня mp4, AAC, окей, хорошо. Нажимаем ОК. И теперь осталось ввести только имя файла. Я введу H.264 for YouTube. Ну и теперь нажимаем ОК. Мой прессинг готов. Теперь отправляю файл на рендер с помощью горячих клавиш ctrl-m или cmd-m. Мы видим, что у меня по умолчанию стоят те настройки, которые были назначены для видеофайлов. Также, нажав на вот этот вот треугольничек, я могу открыть список пресетов, который мной заготовлен. Ну и вот выбрать пресет, который только что сделал. H.264 для YouTube. Нажимаем Рендер. Такие настройки позволяют сократить время для рендера. Ну и думаю, что они будут вам полезны. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова